мне маловато еще но два надо добавить для процесса потому что разные цвета красок и чтобы скажем так каждый раз это взял один второй третий пистолет и чем больше чем больше процесса цветов тем больше а вот и они пистолетики кидача нам по мыпали до помыть есть купается часть вот здесь боится больше времени занимает именно подготовка промывка пистолета всего прочего чем сам процессе когда мне говорят что ты не можешь покрасить я говорю нет один даже не хочу браться потому что слишком много работы джечки разные пучки есть все в процессе понял давай открываем бассейн будем сейчас макать и ники от ламу рыбы не садились рыбу не калечить на испытаниях вы хотелось отламывать тройники я там я там это завана в ангажах с ним не нанести ущерб а что ты говорил про лопасти лопасти я здесь для экспериментально когда одну из себе да сначала я конечно сам испытывать и одну побольше сделал другую поменьше но все равно надо в это для серии более мелкую лопасть да потому что не каждый справится с подачей это она будет переигрывать в большой струи и ты скажет плохая приманка и и выносит куда-то непонятно это сильно сильно очень играет сильно будет играть за да я понимаю то есть у меня уже такое было нету некоторые модели делаются для обстрима там лопатка должна быть хорошая а некоторые модели делается downstream именно которые работают в течение понимаешь именно в струях больших вот есть такие трубы до откуда не должно и выносить приманку и она должна там удержаться и отловиться мы же представляешь человек покупает одну приманку до приобретает я даже дарю и он считает что вот она должна быть универсальной и так и так и так и будет здесь ребята не было не бывает конечно если ты хочешь чтобы она работала это равно сильно когда говорят мне нужен спиннинг я хочу донкой половить поплавком щуку поймать и все я говорю тогда вот вот стоит дрын там где подшипники на к на кольцах знаешь эти морские игры вот это бери вот это все пойдет вот все что ты сказал все пойдет только какие ощущения ты будешь испытать это уже твоя проблема к сожалению надо поэтому скажем так для себя сделал вот так для испытаний выбрал одну лопасть которая более универсальная так чтобы не задавали лишних вопросов а по заказу естественно могу поставить любую даже не седловидную а обыкновенно простую но мне не нравится игра она более совсем мелко частотная и на мой взгляд она более такая простая заезженная что ли там нету изюминки той в которой получается седловидные лопасти нету рысканье надо здесь можно забросить вообще ничего не делать она будет гулять рыскать и все а с прямой лопастью там надо иметь знание навык подачи под твич под твич под играть отпустить ее то есть более скажем так человек должен подготовленный быть именно к такой рыбалка хорошо вешай очень хорошего хорошая со двойной игры давай это приобрет при обыкновенной ровной проводки воблер это делает самостоятельно ничего делать не надо здесь вот очень наглядно скажем так для даже начинающих рыбаков ничего не делая на сплав скажем так вот сплавю удерживаешь на тянут леску убирающий малетчик ну естественно насколько он идет этот 2 метра я загонял и полтора он плавающий или нет этот тонущий нет абсолютный суспен да если от висит застежку убрать то будет суспен чистый висит застежка до застежка лишь когда уже ну да это называется слово слов синкинг медленно сейчас общение то нет практически не месяц до вас вас до 1 как эта модель называется это называется смолт 65 смолт 60 вернее 60 60 да интересно модель мне лично понравилось интересно она и кумжу будет брать да и серебро будет брать на малых речках где не надо далеко бросать летит тоже довольно прилижешь хорошо летали лично с какой у нее вес 5 грамм пять с половиной да с крючками до более для малых век да ну качественная игра очень хорошим не понравилось смотри мне очень нравится игра такая отрывистая спокойно это не что уже что это было видно я все время забываю как это слово когда совмещенная металл и и бак мазир композитные до композитные блесны я потерял это слово в моих мозгах 45 миллиметров ну покажи как играет да хорошая четкая игра такая интересная наш таким резким переходом резко переключения тык 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 так а еще раз и последний да у него как бы получается и прототип вот интересная блесенка посмотрите очень такой карнавальный расцветка карнавальная и очень хорошая качественная игра не очень широкая не хорошая такая как будто бы малёчек плывет можно чуть-чуть подтвичивать тонет медленно потому что композит в море вот такими надо морскую форель ловить в море очень интересная мышка помешивать следующее это лохи да ну ты сделал уже больше размером чуть больше размера ну это как бы 92 миллиметра дырочка дает определенную турбулентность какой-то звук но она еще не окрашена нет не окрашена нержавейки одна сторона будет такая блестящая это нержавейка это естественно будет окрашена вот они вот эти раскраски да да это боевые окраски да ну еще есть интересная блесенка а какие веса веса 18-24 30-35 самый маленький 18 именно этот размер да 18-24 30-35 45 самый тяжелый интересная блесенка киллер называется другую форму другого размера других весов это я уже немножко тут тюнинговал возьмем без тюнинга какой-нибудь полегче 16-13 тюнинговал в каком смысле подгибал бы экспериментировал но оказалось нет не надо абсолютно она очень хорошо себя ведет без крючка без крючка бесполезно колеблога очень хорошо себя она зарекомендовала весна в норвегии норвегии да показалось на него назвали ее киллером потому что результаты неплохие хотя и здесь та же самая цигауя неплохие результаты показывает более широкая агрессивная игра устойчивая игра или тоже немножко начинает до устойчивая более такая как бы высокочастотная скажем так вот вот в этой блесне окрас будет играть большую роль потому что он в момент вот этих преломлений одна сторона меняется со второй стороной и сочетание цветов иногда дает такой красивый рисунок когда они как будто бы перемешиваются между собой понимаешь ты меняешь черный на желтый желтый на красный там вот это идут комбинации надо уметь выкладывать так на этих самых да подкрашивать только края допустим вот да сделать так что были только края и здесь какой-то контрастный цвет по центру провести и когда идет именно вот смотреть когда работает на изгибах на этих ты реально видишь какую-то как как будто бы животное или какой-то зверек или какой-то не знаю когда рыбка плывет ну что от окрасок очень многое зависит я заметил одно что лучше работает когда не зеркало когда имеет она матовую поверхность а самые хорошие результаты дает блесна как в я не хочу хоть одну показать как в композите но но почему именно мы долго совещались и обсуждали вопрос почему у данной блесны очень хорошие результаты потому что здесь белый цвет он перламутровый маленький или край или жопку только крашу да но он в воде настолько контрастность дает и он не дает вот эти вот если скажем делать как в металлической блесне зеркало блики не дает он дает именно матовый переключение цветов переключение цветов и он дает очень ярко это пятно в воде даже мутной воде что очень хорошо заметно я скажу по ловле даже судака любая допустим допшотовая приманка если она имеет перламутр она всегда выигрывает просто более матовый вот есть такой перламутр очень многое играет роль почему родились у меня приманки именно вот эти с вот этой подложкой очень красивая подложка очень обалденная пошевели вот так вот медленно медленно отражается цвет и внутри и внутри золотая зеленая она отражает вообще это я вижу да перламутр и мерламутр и зелень какая-то и синева да и дает вот результат просто колоссальный вот это я не подложка это вот она вот это грунтовка такая представляете это красивая у меня уже интересовались сдай секрет секрет вот этого дела каким образом вот это нанесено ну да как будто бы я я лично подумал что это металли как металлическая наклейка и здесь тоже самое вижу такие же сейчас зимой последние дни саморезультативные вот этот вот в данном раскраски голова такая вот это и опять же мы видим вот это вот переливы потому что вода немножко мутновато было я перешел с натуралки с коричневого этого цвета на более вот такой вот яркий понял хотя хотя что я хотел тебе показать интересный вариант вот этот да здесь тоже подложка но очень яркие пятна да но она увы уви вот этот подложка она светится было видно да продолжение следует будет еще много интересного н не 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 Продолжение следует...